Сейчас я буду готовить еду впрок своим животным. У меня три кошечки и собачка. Собачка небольшая, по весу она весит 9 килограммов. И то это она жирновато поправилась за зиму. Ест не очень много. И я приготовлю еду особым способом, новым для меня способом, который я увидела в интернете на одном канале. И мне это очень понравилось. И я решила применить себе. Потому что не нужно эту большую кастрюлю держать в холодильнике, в которой я раньше варила им еду. Кастрюля 7 литровая, занимала много места. И если животные, допустим, не поедали это за какой-то определенный период времени, допустим, за 5 дней, за 7 дней, то эта еда могла испортиться, чтобы она не портилась, а перекипячивала. А этот способ исключает всякую порчу продукта. Вот смотрите дальше. Сейчас я вам покажу, какой набор продуктов понадобится. Ну, кое-что я, конечно, изменила. Немножко чего-то убрала, что-то добавила. Но принцип остается тот же. У кого есть животные, очень даже советую поступить так же. Использовать этот способ кормления животных. Животных я кормлю очень хорошо. Я лучше сэкономлю на себе. Но животные всегда у меня ходят сытые. Я купила для животных вот такую носную нарезку. Здесь полкилограмма. Такие мелкие кусочки мяса. И оно такое приличное, без жира. Животным нельзя много жира. И по цене стоит это дешевле, чем готовый фарш, допустим, купить какой-нибудь. Или мясо. А нарезка стоит дешевле. И купила вот где-то грамм 700 здесь. Да, вот написано на бирочке 700 грамм свиной печени. Ну, свиная в два раза дешевле, чем говяжья. Я купила свиную печень. Думаю, что животным особого вреда не будет. Говяжья или свиная печень. Потом морковка. Вот я отрежу несколько колечек. Такая вот толстенная огромная морковка у меня. Это из супермаркета. Это не у меня выросло. Морковки немножко. Ну, несколько колечек. Капуста. Вот такой кусочек. И крупы. Это рис, сечка. Измельченный рис. А это ящневая крупа. Такая вот она. Ну, как измельченный рис. По размеру. Кракция такая же похожая. И не буду ничего больше добавлять. Обычно я солила раньше еду, когда варила. Животным. Ведь животным в природе никто не солит пищу. Им хватает соли, которая находится в продуктах, которые они себе добывают. Или для домашних животных. Вот, например, мясо. Оно же содержит кровь. Оно соленое. Кровь соленая. Вот печень тоже самое содержит кровь. А кровь соленая. Поэтому животным соль противопоказана. Солить ничего не нужно. Так, смотрим дальше. В трехлитровую кастрюльку я налила немножко воды. Ну, примерно как около литра. И когда она закипит, я брошу туда эту мясную нарезку. А также порежу печень на кусочки. И тоже сварю вместе с этой нарезкой. И здесь же буду варить овощи. Печень я порезала на крупные куски. И вот этот кусочек капусты тоже целиком туда положила в кастрюлю. Морковку только вот на колечки порезала и все. А потом уже, когда я буду перекручивать это на мясорубке, то я буду измельчать уже кусочки овощей и этой вареной печенки уже как мне нужно. На мелкие кусочки мы не режем сразу, потому что бы как можно больше сохранить в мясе, в печени, крови. Потому что если вы покладете маленькие кусочки, все это растворится, ну, как бы в воде, перейдет в воду. А большим куском оно сохранится в куске мяса или печенки. И когда вода закипит, вот уже закипает, буквально 3 минуты проварить все и выключить газ и все вытаскиваем. Все готово, сварилось. Выудила я вот этой ложкой, шумовкой из кастрюли содержимое, печеночка здесь, мясные обрезки, нарезка так называемая, овощи, капуста с морковкой. Теперь в этой воде, в этой воде я варю кашу. Из ячневой крупы и дробленого риса. Насыпаю крупы столько, чтобы сверху оставалось воды, вот этой жидкости, полтора-два сантиметра. И огонь делаю, какой только можно маленький, поменьше, чтобы каша получилась рассыпчатая. Риса я насыпаю меньше, а ячневой крупы в 2 или в 3 раза больше. Как я вначале сказала, соли я не добавляю, достаточно в этих продуктах соли и жира никакого тоже не добавляю. Вон сколько его плавает после варки мяса. Поэтому животным достаточно того, что содержится в этих продуктах. И смотрите дальше. Дальше как раз начинается самое интересное. А запах печенки так стоит на весь дом разносится. И собака моя бедная, Дульсинея, устала уже ходить вокруг здесь и нюхать. Пошла, легла и спит. Потому что не голодная. Если бы была голодная, она бы крутилась бы до сих пор здесь. Так, сейчас когда все это остынет и сварится каша, я перекручу содержимое этой миски на мясорубке. Пропущу через вот эту мясорубку. Мясорубку. Старенькая моя мясорубка 80-го года выпуска. Хотя, это считается и не очень старенькая. У меня дома где-то там лежат или валяются мясорубки, которым уже по 50 лет и больше. Там одна бабушкина была, одна мамына. Но ими никто не пользовался. Может быть уже выбросили давно. Перед тем, как пропускать все это через мясорубку, Большие куски я перерезаю на несколько частей. Чтобы удобнее было крутить. Вот сколько получилось этого печеночно-мясного фарша. Прямо чуть ли не полная миска. По весу было очень мало. Пол килограмма и 700 грамм. Ну, килограмм с хвостиком. А по объему много. Сейчас остынет каша. И посмотрите, что я буду дальше делать с этим всем. Чтобы хорошо перемешать эту массу, пришлось достать вот такой тазик побольше. И все я вывалила сюда. И еще добавила, вот разбила одно сырое яичко для большей вязкости. И сейчас я буду руками все это вымешивать. Ну, как обычный фарш. Вот когда мы делаем котлеты. И повторюсь еще раз, что никакой соли, никаких пряностей не добавляем. Только овощи, печенка, мясной фарш, яичко можно добавить и все. И среди овощей не должно быть лука. Овощи могут быть любые, какие у вас есть. И горошек, и капуста, и кабачки, и морковка. И никакого лука. Потому что я читала информацию, лук содержит какое-то вещество. И если попадает в организм собаки, в основном это касается собак. Про кошек я не читала. Если это вещество, которое содержится в луке, попадает в организм собаки, то это вещество вызывает какие-то необратимые явления в организме собаки. И если собака получает большое количество этого лука, то собака может даже умереть. Отказывают какие-то органы. И я вот это прочитала. И с некоторых пор вообще со своего стола ничего не даю собаке, что может содержать лук. Ну и заодно кошкам тоже. Так что имейте в виду, лук собакам противопоказан. Категорически. Тазик у меня опустел. Так как из полученного фарша я налепила вот такие котлетки в виде колбасок. Ну какая больше, какая меньше. Ну как обычные котлеты лепим. К тому же мы не придерживаемся на 1 грамм больше, меньше. И смотрите, что главное, чтобы был красивый вид, руки надо смачивать водой. И котлетки получаются вот такие гладенькие. А вот эти, которые я первые лепила, руки не смачивала водой, они получились вот такие шершавые. Теперь эти котлетки или колбаски, больше они похожи на колбаски, я отправлю в морозилку, в морозильную камеру на заморозку. По очереди, потому что места у меня там мало и все вот эти тарелочки туда не поместятся. Поэтому буду замораживать по очереди и уже замороженные колбаски поскладываю в кулечки. И по мере потребности буду вытаскивать из морозилки и ставить размораживаться, допустим, на этот день, на сегодня, на завтра и на послезавтра. На три дня они вполне могут полежать в верхнем отделе. холодильника, размороженные, не испортятся. А потом, когда собака поест, когда животные, собака и кошки поедят, это за три дня достаю новую порцию для разморозки. И вот смотрите, давайте посчитаем. Значит, здесь я уже посчитала. 35 таких колбасок получилось. Если собака будет съедать в день две колбаски такие, то хватит их на 17 дней, правильно? 35 разделить на 2, ну, пусть будет 17. Если добавить еще сюда кошек, то не на 17 дней, а где-то на 12. На 12 дней. Но, учитывая то, что собака еще получает у меня творожок, она любит. Раз в недельку я ей даю яичко вареное, потом сухарик иногда выпросит, или молочка, или косточку сгрызет, я и покупаю косточки говяжьи, то вряд ли она за день съест эти две колбаски. Поэтому я думаю, что хватит надолго этой еды. И если сравнить с тем, что я варю 7-литровую кастрюлю, им хватает на неделю этой еды, потому что более жидкая получается. Ну, не то, что жидкая, ну, и они не так охотно поедают. Потому что, если варить кашу вместе с этим фаршем, оно не такое вкусное, не такое, получается, запах не такой сильный. И кашу они не так охотно едят, как вот эти вот колбаски. Они и питательные, и вкусные. И думаю, многим это понравится. Кто сделает это, тоже попробует. То вашим животным тоже это должно понравиться. И всем спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Тала Хухрянская. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...